Картинка и звук есть. И слышно ли Холмса и Джона? Ребята, скажите что-нибудь. Раз-раз, два-два, проверка. Алло. Да, по идее, по идее, я тебя слышу, это должно быть слышно. Так, ну что ж, у нас уже начали появляться первые зрители. И господа, добро пожаловать опять на уже традиционный, я задумался, да, это действительно традиционный стрим ТГ, который посвящен сегодня Ментал Трайлс Фасарис. И сегодня с нами уже, хочется сказать, как всегда, я, Гоша Кукуруза, Холмс, он же Холмс. Здрасте. И Джон, который любезно согласился вновь поучаствовать с нами, протащить нас, Лопин. Давай, скажи всем привет, скажи привет, Олимпийский. Здоров, ребята, пошли тащить. Да, вот именно этим сегодня мы идем заниматься, мы идем тащить. А заодно, кстати, обсудим с вами вообще сегодня прям безумно много новостей касательно вчерашнего викли апдейта, касательно слухов насчет Destiny 2 и вообще рубль, греча и вот это вот все. Ай, сейчас, извини, Холмс, на риф, пожалуйста. Извините, ребят, мне просто нужно закупить спин метал, потому что Гоша меня соблазнил своим ластвордом. Я тебя соблазнил своим ластвордом. Слушай, ну, на самом деле фраза «соблазнил тебя своим ластвордом» звучит немножечко. Немножечко любит, я понял. В общем, на самом деле я не ладу, потому что Гоша рассказал, как классно он стиляет в бедра, и я его хочу сегодня это проверить, когда при первой дарше сегодня. То есть, если вы сегодня хочешь, да. Или про ластворд, и я такой, опять с ним попробую побегать, что у него там Target Acquisition от бедра, что у него там 100, 105 в голову от бедра, и я такой, окей, и он действительно работает. О, даже Нита Блэйк нам зашла, Нита привет. Так, мы пока все равно закупаем монетки, закупаем все бафы, ребята, давайте их не забудем, не забудем. Мы, кстати, даже еще не знаем, что за карта уже есть информация, потому что вот я вижу уже 21.08, и пора бы нам, пора бы нам уже узнать, что нас сегодня ожидает. Десса не осталось. Не так много хороших карт, и будем надеяться, что, блин, может сегодня произойдет чудо. Какой-нибудь вертика нам дадут. Да, о, не, ну слушай, ну это вообще отличная карта, но не для Асириса явно. Здесь я с тобой полностью согласен. Привет, Гош, Никит, привет, очень рад, что ты каждый раз к нам заходишь, и вот Никит Инфлюзгейм, за что я тебя не перестану благодарить за камеру, которую вот я сегодня использую в стриме, и это все благодаря тебе, поэтому спасибо тебе большое за поддержку, и обещаем тебя радовать. Вообще всех зрителей будем радовать. Поступила информация, что это Асайлум карта. Асайлум? Асайлум. Так, напомните мне, пожалуйста, это та самая карта, на которой очень длинная. Нет, на длиннере, которая там, где аптеки, вот эти вот проходы узкие. Которая идеальная карта для скирмеша, да, с очень узкими проходами. С очень-очень узкими. Господа, прежде чем мы начали. Так, тут написано, что вы в матчмейкинге. Даже, давайте так, прежде чем мы начнем, мы начнем. А давайте вообще обсудим, что Банжи выбили вчера, именно новый weekly апдейт. С новым ивентом Crimson Days, в котором будет специальный режим Crimson Doubles для тех, кто любит друг друга. Вы уже нашли себе парочку. Ну, не, ну вы как бы не стесняйтесь, мы общество прогрессивное, мы все поймем. Ну, здравствуй. В ТГ есть одна тян. А, то есть у тебя, в Хомте, ты уже нашел, да? То есть ты уже подготовил свой купол. Подожди, ты бегаешь вароком, значит, ты подготовил свою вставалку. Я тебя правильно понимаю? У меня нельзя более метко сказать. Абсолютно верно. Джонни, а ты? Ну, я пока рассматриваю варианты, если что, девушки, я свободен. Мммм. Мы его слышали, Джонни, один из лучших шарганов в этой галактике, если не лучший. Он свободен. Ну, а так вот я, кстати, не понимаю, там что, бонусы будут какие-то, если вы там зайдете. Ну, помимо там всего остального. Вообще, пока Банжи не описывает режим, но есть такой момент, что этот специальный режим для парочек, он будет чем-то отличаться. То есть там, видимо, не только надо будет убивать, но, судя по всему, и танцевать на точках и что-нибудь вот в этом духе. Поэтому... Ну, как бы ты понимаешь, что... Можно будет потереться своим куполом от другого Титана, и все в таком духе. Господа, мы вообще готовы. Подожди, одну секунду, у меня не хватает Глимера. Так, я Банжи, тебе не хватает. Попитался. Ах ты бич, ах ты бич. Вот мне ты пишет, да он скорее инвизник, чем шотганер. Нет, нет, Джон, Джон, ты можешь назвать себя инвизником или таким нашим дамским угодником? Ну, могу назвать себя всем, на самом деле, потому что... Все. Потому что инвизом я действительно пользуюсь на ханте. Это все давно знают. Я, кстати, меня удивляет, почему многие, у кого есть хантер, они им тоже не пользуются. Потому что, ну, давать противнику возможность себя пристрелить, блин. Меня это тоже такая... Смущает такой момент. Не, ну инвиз это вообще замечательно. Давайте, пока там холмс решает, извините, проблемы людей третьего мира. Давайте я покажу, в общем, наши спеки, то, с чем все не пойдет. Джон, наш, можно сказать, тактический сперматозоид, который будет врываться на точку в инвизе и всех там, короче, в упольне. Играет хантером, плейдансером, с пек на инвиз. Дис-43 отличная скаутка от Сукуса, которая, наверняка у тебя она с Гансмитой, правильно? Да, правильно. А, смотри, у тебя в последней ветке стоит снапшот, то есть ты быстрее царишься, ты отказался от стабилы. Есть ли вообще какая-то разница по ощущениям? Не заметил. Не заметил. Ну, то есть вот уже первый против. Второй ствол, это инвертик, это твой уже просто легендарный экзотический шотган, но легендарный в том плане, сколько ты людей с него положил, порезал. Ну, по крайней мере, да, на основном персонале я посчитал 18-ых убийств шотган. С шотгана, именно. Окей, значит, точно, главный видер шотганчик. Джон, вообще ты можешь дать какие-нибудь советы касательно того, как правильно пользоваться инвертиком? Ну, вот что, вам, когда вы пользуетесь инвертиком, во-первых, вам нужно грудь таскать на дополнительные патроны в шотгане. Затем также вам нужны, ну, можешь на мне показывать. Затем вам нужны руки на быструю перезарядку, потому что инвертик и без того перезаряжается довольно быстро. Долго. Но, подожди, а у тебя стоит максимальная перезарядка или нет? Да. А, у тебя не стоит. Не стоит или стоит, нет. Слушай, а насколько вообще быстро он откатывает патроны, потому что у него уже есть такой перк? А, вот смотри, я вот каждый раз замечал, вот когда вот раунд заканчивается, да, и откатываются патроны, ну, если вот вы слишком быстро заканчиваете матч в Василисе, ну, раунд, и не успеваете, допустим, взять патроны, вот эти зеленые, ну, остается 3 секунды, 2, и вот тогда вот патроны откатываются в инвертии. Ну, да, он мне выпал во вторник, я отчаянно пошел на тотемы, и с третьего раза он мне выпал. Заряд сработал. Да, искренне поздравляем, заряд действительно работает, то есть, если у кого-то в комментариях чего-то не хватает, вот, пожалуйста, Джонни, это живое подтверждение того, что заряд ТГ, он все еще, хоть как годы спустя. Но я заметил у тебя очень крутой спектр, исключительно интеллект и дисциплину, может, в принципе, зачем тебе, как что называется, этот перк ужасный, который в инвиз тебя уводит на миле. Ну, в общем, не суть, короче, у тебя все на мази. Многие спрашивают. Абсолютно все на мази. Да, девочки, вы слышали, что Джонни нужна партнерша на Crimson Days. Холмс, ты у нас опять... Да, выводи нас пока на орбиту, я так понимаю, ты у нас опять с медой, или ты все-таки пойдешь со створотом, или тебе денег не хватило? Мне не хватает денег на то, чтобы его вкачать, как только у меня хватит денег, я обязательно его вкачаю. Понятно, бич, бич. Я, кстати, пока сейчас буду рассказывать про твой спектр, и вы уж извините, я опять ем, я сегодня ем домашние сырнички с... Чем я их валил? Пока десна позвонил. С гущенкой, с гущенкой. Да. Я наконец начал выздоравливать. Это про опасения. Так вот, Хомти, ты пока запускай. Я пока расскажу про твой спектр. У тебя также 1000 ярд. Это стандартный отличие 1000 ярдов с квеста Вангарда, или Анаси Билл Пауна? Да, который с квеста. Я разрываюсь между вот этими вариантами. Слушай, на самом деле, возьми лучше 1000 ярдов, как бы, знаешь, встающих убивать сам, знаешь, сам Ротан. Я вот на нее перешел, и очень доволен. Естественно, у тебя пулемет Кулемс Терминус, с которым постоянно бегаешь, даже несмотря на то, что как бы хэви раунд и Госта 316. Да, ну это очень классно, что нам будут напоминать о том, что мы их сменили во время третьего раунда. Да, да, да. Я заметил, у тебя крайне сбалансированный спектр. У тебя все три параметра вкачаны практически одинаково. Это случайно себе так задумано? Это, к сожалению, случайно, потому что вот все это было в угоду этому прекрасному пальтишку. Ага, пальтишка, пальтишка с фичеровом калд. Мне напоминает на пальтишку с первого года, к которому я очень привык, скажем так. Вот ты можешь меня сейчас посмотреть. Ну, у меня, конечно, по лайгу сейчас один обратный. Вот. И ФВЦ, что немножко напоминает о том, по имени. Итак, у нас сейчас, собственно говоря, уже начинается первый раунд. Да, ребят, всем, кто только зашел, привет. С вами сегодня опять СтрингТГ уже. По традиции мы с вами в Терминтроу спасались на 9-0. С Холмсом и Джоном Лопином. Ребята, здорово! Здорово, к нам превыше! Да. И у нас сейчас самый первый матч. Мы даже не успели посмотреть, кто у нас там, что у нас там. Хотя какая-то разница, мы все равно их сейчас комиссим. Встающий Варлок и два тита на один с двумя гранатами по Страйкеру. Так, первый хэдшот. Первый хэдшот. Так, у меня уже один палит, но, извините, я второго там целю. С Гренкой. Ой-ой-ой, ладно. Ой-ой-ой. Так, и что ж, и сам первый раунд мы всираем, ребята. Великое победное человечество. Ну, граната. Марина, всем передать привет и просит зарядить ее на гаста. Марина, мы заезжаем тебя на гаста, так же, как и Лопина. Чатик, вы сами знаете, что заряд работает, поэтому, если кому-то что-то надо... Марин, привет. Так, первый хэдшот. Второй хэдшот. Ой-ой-ой. А, ну все, шикарно. Да, и, кстати, карта Асайлом, это одна из лучших, на мой взгляд, пвп-карты именно для аутс с кирмишей, режима, ну, то есть, 3 на 3. Здесь просто великолепно. Я еще помню твой супер гениальный, так же, когда ты с Веркой забирался на балкончик с левой. А я сейчас, кстати, как раз туда и хочу. Я сейчас туда и пойду, потому что это, ну, такое место для меня. Вы только их как-то выпустите, потому что они... А, они идти не хотят, они сменили тактику. Они, кстати, рядом со мной. Я их вижу на радаре. Они пошли через лево. Они внизу. Так, нет, слева кто-то пойдет, аккуратненько. Ой-ой-ой, граната. Ладно, аккуратно. Так, вижу. Так, у меня очень неудачные гренки сняли. Они пошли... Да. Ага. Значит, они нас сейчас заманили. Ребят, давайте, давайте туда туда не ссываться. Я смотрю, они в холл-скорах довольно хорошо умеют. Давайте их держать на рейнже. Давай. А, кстати, помните, мы недавно с вами жаловали, что противники, мол, стали сильнее. Оп. Слушай, я, кстати, через эту самую... Через... Через всю карту? Через всю карту. Так, они его подняли. Окей, я прохожу дальше. Да вы, серьезно? Один там вообще полудохлый холмс. Сверху. Да, я... Так, один ко мне идет тоже. Ой-ой-ой-ой. Так, вот, буквально. Я почти добил своего, но он прям совсем косный. Он начал восстанавливаться в рот несчастья. Так, что... Подбеги х... А, ну... Все, шикарно. Холмс, красавчик. Красавчик. Вот, сразу видно, когда человек умеет гранаты. В отличие от некоторых, да. Не будем показывать пальцами. Так, в смысле, ты же супер гранаты кидаешь. Я, кстати, сегодня сделал килов пять с гранат. Я аж сам сильно удивился. Кстати, Карин, здесь я просто для тебя спрашивали, заготовили ли ты пакет. Всегда готовы. Окей. Что еще мы так скажем? Они палят проход слева. Нет. Так, я иду туда. Так. Он успел своего поднять аппаратно. А он меняет спек. Да ладно. Да, окей. Забыли предупредить, что как бы... Чувак, ну это мы тут... Мы тут, значит, играем.